Мне кажется, что знание терапевта профпатологии они очень важны, потому что терапевт должен знать группы заболеваний, при которых возможно развитие профессиональных заболеваний, при каких условиях это возникает, каковы группы риска. И, безусловно, если мы говорим о терапевте, работающем в первичном звене, конечно, терапевту надо поинтересоваться хотя бы кем человек работает, уточнить профмаршрут и дальше уже принять, заподозрить возможные профессиональные заболевания и уже, возможно, привлечь к этой ситуации специалистов. В той ситуации, когда терапевт на основании клинических данных, на основании профмаршрута подозревает наличие у пациента профессионального заболевания. И еще раз хочу сказать, что терапевт сам имеет право и, как и любой врач, написать извещение о предварительном диагнозе профессионального заболевания. Но, может быть, в некоторых случаях перед этим стоит направить пациента на консультацию к профпатологу, если у терапевта какие-то есть сомнения, поскольку извещение о предварительном диагнозе профессионального заболевания влечет за собой создание санитарно-генической характеристики, то есть здесь подключается Роспотребнадзор. Да, мне кажется, это будет очень полезно, потому что медицина труда и профпатология – это область междисциплинарная, которая действительно связана с разными областями медицины и, конечно, безусловно, с внутренней медициной, с терапией, потому что ряд вопросов, которые касаются в своей работе профпатологи, они тесно связаны с вопросами терапевтическими и, безусловно, я думаю, что вот это сотрудничество, эти образовательные материалы, которые врачам первичного звена будут представлены, они будут очень полезны и помогут им в их работе.